Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, когда нужно сдавать анализ ХМС по Осипову. Для тех, кто не знает, соответственно, где у меня здесь был. Всё! Пропал образец ХМС по Осипову. Ладно, сейчас он где-нибудь здесь, навиртуарится вам. Но, значит, смотрите, для тех, кто не видел, где-то в конце, наверное, сейчас будут подсказки. Я делал много видеозаписей о том, о чём этот анализ показывает, для чего он нужен и так далее. Большинство выпусков моя ошибка была, я называл со словом микробиота тонкого кишечника. Да, со словом микробиота. И из-за того, что очень часто микробиота слово фигурировало, ну, люди как-то даже, мои пациенты, не находят информацию. Поэтому непосредственно этот выпуск озаглавится, и будет проще, да? И мы конкретно будем говорить об этом анализе. То есть, в первую очередь, когда его нужно сдавать? Когда у нас имеется нарушение состояния кожи? Кожа очень хороший маркер, она реагирует на всё, что происходит у нас в кишечнике, очень неплохо. То есть, тут же высеиваются много патогенов на коже, ну, стафилококус, ауреус, например, да, кандида та же. Она очень хорошо на коже высеивается. Но дифференцированно понять, как вообще плюс-минус даже отличить грибы от бактерий, не всегда так бывает очевидно, да? Ну, дерматологи, может быть, с высоким клиническим опытом это могут сделать, но сам пациент этого делать не может. Значит, тем более, второй момент, что дерматологи очень часто не назначают анализ к МСПО-Осипову, ибо дерматологу принято в лучшем случае снять с вас какие-нибудь сосковы, что-то ещё, отлокально лечить кожу. Таким образом, временно патогенный агент может быть вылечен на коже, но снова появится через какое-то время у вас. Если его не пролечить через весь, соответственно, организм. Когда вы сдаете венозную кровь, а на минуточку МСПО-Осипова можно взять и слюной, и как хотите. И это всё будут немножко разные цифры. То есть, основной очаг может быть в кишечнике или носоглотке, например. Поэтому мы можем сдать несколько анализов. То есть, мы можем сдать кал, мы можем сдать, к примеру, носоглотку у кого что выражено. Если у вас есть, допустим, геморроидальные проявления, мы сдаём кал. Если у вас есть риниты, синуситы и так далее, мы сдаём, соответственно, носоглотки, все эти анализы. Далее мы можем сравнить анализы крови с носоглоткой или кишечником. Анализ крови – это всё-таки комплекс. Понимаете, это то, что плавает в крови. И это бывает немножко разное, да, то есть, более выраженные, локальные анализы бывают там, где есть непосредственные проблемы. Вот, вещи. Но универсально в целях экономии, так как в среднем 5000 рублей стоит анализ по Осипову, иногда и 7, и 8, и 8500, вот, конечно, мы сдаём в крови. Всё остальное – это уже, как бы, ну, так скажем, роскошь. Но, конечно, если есть возможность, есть выраженные, очень выраженные проблемы, надо сдать и, соответственно, мазочками их тоже. Ну, в зависимости от проблем, там разная технология сдачи. Вот, потом, проблемы с желудочно-кишечным трактом – это безусловно. Вот, соответственно, повод сдать ХМС по Осипову. Диабет – это, безусловно, сдать ХМС по Осипову. Гиперхолестериномия, проблемы с холестерином, гиперлипидемия туда же. То есть, ну, это всё разные состояния по холестерину. Туда же сдаём по Осипову анализы. Различные, соответственно, гиперлирубиномии и прочие, там, аламинотрансферазы, повышение ещё чего-то. Всё туда же, соответственно, сдаём ХМС по Осипову. И очень важно, вот тут кровь из носа, так, важным моментом является нарушение желчи от тока. Вот любые камни, перегибы, соответственно, и так далее. Смотрите, как. Желчь – это, естественно, антисептик, в первую очередь. Если вы не, соответственно, испытываете нарушение выброса желчи, то у вас по-любому будет синдром избыточного бактериального роста. Будет приносить все те проблемы, о которых я говорил, соответственно, в предыдущих своих выпусках. Те, кто не смотрел, напомню, что это в первую очередь выраженные проблемы не только с кишечником, но при запущенном сибире начинаются остеопорозы и вообще проблемы с опорно-двигательным аппаратом, такие ядовьённые, махровые проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Вот. Значит, поэтому все вот эти вот вышеперечисленные признаки, в том числе, если у вас уже есть махровые проблемы с опорно-двигательным аппаратом, повод сдать анализ КМС по Осипову. Вот. Вот как-то так я базово, основное, соответственно, озвучил. Также напомню, что заболевания аутоиммунного спектра, конечно, вы их полностью не вылечите, но если выровнять, соответственно, микробиоту кишечника и ту, которая у вас, так скажем, да, вы понимаете, да, что это общий показатель крови, возвращаясь к показателям крови, вот это все темы ниже сказаны. И, соответственно, если все это выровнять, то на выходе вы получите, конечно, снижение иммунной вот этой активности, аутоиммунных проявлений, да, именно нежелательной иммунной активности. Вот. И будет проще жить с этим всем. Вот такие дела, дорогие друзья. Задавайте, пожалуйста, вопросы по анализу. Пишите, соответственно, ваши комментарии. Очень важно, чтобы вы под этим видео проявили активность, потому что вы поможете не только себе, но и людям, которые страдают теми или иными заболеваниями, но просто не могут в интернете найти информации об этом анализе, потому что ее очень и очень мало. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще раз призываю вас писать комментарии. И, конечно же, если вам понравилось общение со мной, я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. И, соответственно, желаю вам большого здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok